Но вот я не встречал никакой информации, кто первый же придумал или использовал мышечный тест, но вот нашел такую информацию, что самый первый мануальный мышечный тест был проведен известным шведским физиотерапевтом, кинезиологом Хенриком Келленгреном. Он пионер в области традиционной кинезиологии, физиотерапии, основал несколько клиник и институтов в Швеции, Германии и Англии. Он был дедушкой Джеймса Сириакса, основавшего так называемую ортопедическую медицину. Ну, Джеймс Сириакс, он был ортопедом, и я знаком с ним, издал книгу по лечебным блокадам в разные части тела. Вот это достаточно интересный тоже специалист, и возможно вам попадется в руки его книга, советую ее приобрести. И в 87-м году позапрошлого столетия Швеция была первой страной в мире, получившая одобренную правительством медицинскую лицензию для физиотерапевтов. В то время это называлось медицинская гимнастика. Здесь, кстати, на картинке вы видите тест, который проводится для верхней трапециевидной мышцы, для верхней части трапеции. И мануально-мышечный тест был развито физиотерапевтом Вильгеминой Райт и хирургом-ортопедом Робертом Лаветтом. По всей видимости, именем Лаветта и названа «Содружественная реакция позвонков», которой мы остановимся позже. Я работал в Гарвардском университете в Бостоне в начале прошлого века. Ну и в том виде, какие до нас дошли эти мышечные тесты, первой основой послужила, конечно, работа двух специалистов. Это Кэндалл, Фрэнсис Кэндалл и Хэндрик Кэндалл. Они муж и жена были. И вот они написали свою первую книгу по мануальному мышечному тесту. И они работали с пациентами, страдающими полиэмилитом. И должен сказать, как специалист, который работает с неврологическими пациентами, то тестирование пациентов с неврологическими заболеваниями достаточно сложно и непростое дело. И вот этим специалистам удалось не только помогать пациентам, но и разработать целую систему тестирования. Сейчас это тестирование, насколько мне известно, входит в программу обучения физиотерапевтов, реабилитологов. Но мы к этому добавим то, что изучается преклонными кинезиологами. Ну вот здесь есть пятое издание книги по мануальному мышечному тестированию. Очень полезная книга. Если она вам тоже попадется в руки, советую ее приобрести. Хорошие иллюстрации и объяснения. Она на английском языке, на русском или на каком-то другом я не видел. И что же в этой книге интересного? То, что за основу используется в современной неврологии. Они использовали для оценки мышечной силы пятибальную систему. И каждый балл и каждый полбала были описаны, как вы здесь видите, на табличке справа, к чему это соответствует. В прикладной кинезиологии используется несколько иной подход к проведению теста. И называется, названный Институтом спортивной медицины и атлетической травмы методом тестирования срыва. И вот этот пятый, пять баллов, это нормальная сила. То есть мы определяем готовность пациента удержать эту мышцу при надавливании на мышцу. Мы говорим, сопротивляйтесь или давите, и пациент пытается удержать. Если все хорошо, это пять баллов. Если полное отсутствие движения, как при периферическом парезе, то это ставится ноль баллов. Также почти максимальное движение сопротивления, но какая-то слабость имеется, четыре с половиной. То есть я как невролог определяю, при обследовании, определении неврологического статуса, я пишу в декурсусе, во всмотре пациентов, при осмотре пациентов пишу, во сколько баллов оцениваем мышечную слабость. По сути дела, эта мышечная слабость является крайней степенью той мышечной слабости или той гипореакции или сниженной реакции мышцы, которую тестируем мы в кинезиологии при помощи трехфазного мышечного теста. И гипертонус – это тоже крайняя степень проявления повышенного тонуса мышц. То есть фактически мы тестируем какой-то аспект реакции нервной системы и ее взаимодействия и управления мышцами. Если мы возьмем, что перережем нерв, то получается, что у нас полностью отсутствуют какие-либо импульсы, стимулирующие мышцы. То есть состоялась полная ингибиция. То есть мышца расслабилась, растянулась и наступило полное ее торможение. То есть никакого движения не существует. То есть это крайняя степень мышечной ингибиции. И когда полностью отсутствует ингибиция, это пациенты с гипертоничными мышцами или спазмированными мышцами, когда идет еще спастические движения. То есть когда полностью отсутствует ингибиция. То есть мозг не посылает тормозные импульсы в силу или же анатомических повреждений или в силу каких-то нарушений, которые существуют в организме. И вот получается, что мы имеем два крайних повреждения, которые возможны в организме. Полная ингибиция, полное отсутствие импульса. И вторая часть, когда нет торможения, нет ингибиции. Можно сравнить с автомобилем, который крутит колеса, а торможения нет, уперевшись в стену. Вот так примерно работают мышцы. И вы помните, или я повторюсь, что если мышца работает в гипертоническом режиме, в гиперрефлексии, то происходит максимальное сокращение ее и обувеличивается ее объем. Вот как вы видите на такой пальцевой модели, кто участвовал в семинарах раньше, вы помните эту модель, что пальцы – это мышечные волокна. И взаимопроникновение пальцев друг относительно друга – вот это модель мышечного сокращения. Так вот, когда мышечное сокращение слабое, то мышца удлиняется, то есть существует ингибиция, и тормозные импульсы превалируют над возбуждающими импульсами, мышца удлиняется. Если же нет ингибиции, стимулирующие импульсы в полном мере, и процесс происходит на ползании одних волокон на других, то есть максимальное сокращение, максимально выбрана возможность взаимодействия мышц. Вот, и мы в прикладной кинезиологии будем исследовать вот эту промежуточную стадию, когда мышца ослабевает, когда преобладают процессы ингибиции, или преобладают процессы возбуждения. То есть вот это средняя часть. Но, по сути дела, это все единый ответ нервной системы на раздражение какие-либо. Но вот практическое использование мануального мышечного теста в анализе и диагностике было углублено и развито в Соединенных Штатах Америки мануальным терапевтом или хиропрактом Джорджем Гудхардом. И мануальный терапевт, он же хиропрактик, это Алан Бердал в 60-70-х годах в рамках прикладной кинезиологии и клинической кинезиологии. Вот это доктор Дуб Гудхард, мы о нем еще позже поговорим. И вот хиропрактик Алан Бердал из отдела клинической кинезиологии разработал много мышечных тестов, которыми мы пользуемся прикладной кинезиологии сейчас. Он также разработал очень полезную, на мой взгляд, технологию работы с клачными рефлексами. То есть это те, кто будет посещать наши вебинары, время от времени мы будем вводить такую информацию с такими узкими проблемами, которыми можно решить другие большие проблемы. Ну и, конечно, вот Джордж Гудхард, его гений, то есть это выдающийся специалист в области медицины, который сделал прорыв и объединил все существующие методы исследования через мышечный тест. Он как бы объединил и подвел, и создал целостную картину. Например, до знакомства с прикладной кинезиологией я не мог понять, почему одному пациенту помогает акупунктура или принятие витаминов, другому не помогает. Одному помогает манипуляции на позвоночнику, другому не помогает. То есть доктор Гудхард показал и расписал связь разных органов и систем с мышцами, объединил их с каждой мышцей, нашел соответствующий орган. Часть было известно, часть он открыл и подобрал нутриентные поддержки. То есть объединил, создал целостную систему, которая позволяет рационально, быстро и точно, используя мышечный тест, подобрать необходимое лечение.